Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале вкусная еда с Хадичи. По вашим просьбам сегодня будем готовить тагестанские курзы с мясом. Всем рекомендую их приготовить. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Сначала будем замешивать тесто. Я подготовила муку высшего сорта, пшеничную, 600 грамм. Отправляю сюда же одну чайную ложечку соли, помешиваю и отправляю в ледяную воду, 200 миллилитров. Потом еще немножко водички я добавлю, потому что тесто очень крутое нужно замесить. Добавляем одно яйцо и замешиваем тугое крутое тесто. Тесто нужно хотя бы 10 минут вымесить. Один раз 10 минут вымешиваем, потом в пакетик и ровно час дадим отдохнуть тесту. Оно придет до той кондиции, какой нужно. Я подготовила говядину, в частности у меня телятина. Нам понадобится 700 грамм фарша. И поэтому через мясорубку пропускаем подготовленное мясо. Добавляем также две головки лука, режем на кусочки и выпускаем через мясорубку. А сейчас добавляем специи. Одна чайная ложечка соли, совсем немножко тмина, горный тмин у меня. Он ничем не отличается от обычного тмина, просто в горах его собирали. Пол чайной ложечки черного молотого перца, пол чайной ложечки кориандра, совсем немножко одна-вторая чайной ложечки красного молотого перца и смешанная паприка красная и чили. Все отправляем к фаршу. Одну ложечку сметаны отправляем сюда, полную ложечку и добавляем одну ложечку томатной пасты. Все хорошенько перемешиваем. Добавляем свежую зелень, пол пучка кинзы, пол пучка укропа. Я нарезаю мелко и отправляю к фаршу. Все хорошенько перемешиваем. Где-то прошло минут сорок, тесто у нас уже очень хорошее. Посмотрите, какое оно. Уже оно эластичное, хотя оно тяжело собирается в шар, но оно уже податливое. Мы его скатываем в шар, сейчас мы его разделим на две части, чтобы нам удобно было раскатывать. Обязательно тесто держим в целлофановом пакетики, либо в пленочку заворачиваем, чтобы оно не теряло свою эластичность и не заветривалось. Посмотрите, какое оно. Очень хорошее. И будем сейчас раскатывать, формировать курзе. А сейчас один шарик подпыляем мукой и раскатываем толщиной где-то один миллиметр потоньше. У меня тоненькая скалочка, очень удобно раскатывать и раскатываем. Больше я не буду подпылять мукой. Этой муки достаточно. У меня есть вырубка 6 сантиметров в диаметре и вот специальная вот такая формочка, крутящаяся. И сейчас будем один пласт проведем вот этой формочкой, второй пласт вырубкой. Остатки теста собираем в комочек и прячем в целлофановый пакетик, либо в пленочку, чтобы не заветривалось тесто. Мы еще его применим позже. Сейчас на отдельную доску, я ее подпыляю мукой, мы на нее будем формировать наши курзе. Излишнюю муку нужно стряхнуть, она нам не нужна. Вот так. Достаточно. И перед применением фарш обязательно нужно будет ложечкой смешать, чтобы излишняя влага впиталась фаршем. А сейчас берем каждый кругляш, стряхиваем, если есть лишняя мука и формируем традиционный для Дагестана курзе. Вот так вот берем в руки и собираем с обеих сторон. Вот такие делаем самые мелкие защипы, если мы хотим, чтобы рисунок был очень красивый. Главное кругляш наполнять хорошо начинкой. Хорошо наполненной начинкой курзе при уварке мясо будет увариваться, фарш, и оно будет худое и некрасивое курзе. Поэтому хорошо наполняем начинкой и защипываем. И если, вот посмотрите, я еще раз вам показываю, мелко берем вот такие защипы делаем, оставляем, чтобы начинка не касалась краев теста. Пальчиком помогаем, чтобы края теста оставались сухими. И в завершении вот так закручиваем конец. Вот так. Все готово. Складываем на доску. Поэтому сейчас далее продолжаем защипывать одно курзе за другим. Как только у нас будет готово хотя бы 20 курзе и закипит вода, мы ее присаливаем и начинаем варить курзе. Музыка 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 Пока отправили первый курзе вариться, сейчас второй кругляш раскатываем в пласт и формируем курзе. Музыка 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 итак курзе готовы они получились отменные сверху посыпали их сушеным сумахом они придадут кислинку и сейчас мы будем их пробовать курзе получились внутри очень сочные вкусные и тоненькое-тоненькое тесто всем рекомендую их приготовить итак дорогие друзья если вам понравилось мое видео ставьте лайк поддержите наш канал лайком делитесь моим видео со своими друзьями и близкими пишите в комментариях как получается у вас подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик справа чтобы не пропускать выход нового видео я вам желаю всего самого наилучшего здоровья и до новых встреч на канале вкусная еда с ходичей пока пока